Заседание общественной палаты прошло в Зарайске 22 мая. Две темы были вынесены на обсуждение – воспитание детей, находящихся под опекой и их социальная адаптация, а также вопрос занятости детей, период проведения летней оздоровительной кампании. Руководитель общественной палаты Татьяна Житкова рассказала об участниках пленарного заседания и работе, которая ему предшествовала. Светлана Критская, начальник отдела опеки и попечительства городских округов Зарайско-Серебряной пруды, рассказала о большой серьезной работе, проделанной коллективом сотрудников ее отдела, и о детях и семьях, с которыми их сталкивает жизнь и работа. На сегодняшний день в семье усыновителей у нас воспитывается 48 детей. То есть у нас три категории замещающих семей. Это семьи усыновителей, то есть дети считаются как свои. Семьи, приемные семьи. Эти семьи получают вознаграждение. И опекаемые семьи. Это те, в основном, кто детей-сирот и детей, оставшиеся без подлечения родителей, воспитывают бабушки или братья и сестры. То есть кровные родственники. Кровные родственники. Под опекой у нас проживает 79 детей. В приемных семьях 108 детей. Ну, сейчас скажу конкретно. Вот слайд идет схемы взаимодействия. В взаимодействии мы со всеми межведомственными учреждениями, которые входят в администрацию городских округов Зарайско-Серебряной пруды, комиссия по делам несовершеннолетних, больница в первую очередь, соцзащита, судебные приставы, ну и очень-очень много остальных управлений образовательств. Кроме того, мы выявляем детей. Хочется бы сказать, что у нас хорошие результаты. В прошлом году было 26 детей выявлено. Это детей, оставшихся без подлечения родителей и детей-сирот. В основном у нас детей, оставшихся без подлечения родителей, намного больше. Чем они отличаются? Дети-сироты – это дети лишены совсем родителей. То есть смерть родителей или одного из них. А дети, оставшиеся без подлечения родителей – это родители, которые лишены родительских прав. Если у нас в прошлом году было 26, то в этом году, то если в 2016 году было 26 выявленных ребенка, то в 2017 году их 13. На сегодняшний день у нас всего 4 ребенка. Пока. Но как дальше будет обстоять дело, мы еще пока не знаем. В презентации, которая сопровождала выступление начальника отдела опеки и попечительства, было рассказано о мероприятиях, конкурсах, поездках, экскурсиях, помощниках, при содействии которых удается осуществлять эту объемнейшую работу. О летней оздоровительной кампании рассказал заместитель главы городского округа Зарайск Виталий Давыдов. У нас 15 лагерей будет на территории городского округа Зарайск. Основной, конечно, площадкой станет у нас лагерь «Осет» альтернационно. В этом году решили сделать три профильные смены. То есть все они были тематические. Также в этом году мы решили повторить тот хороший, я считаю, опыт нашего округа. Это оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, стоящих на учете в комиссии, поделаны совершенно верно. От 20 детей у нас будет стоящих на учете. В этом году надо сказать, что больше, более 11 миллионов рублей мы увеличили количество средств на летнюю оздоровительную кампанию. Здесь надо сказать еще о том, что помимо площадок оздоровительного дневного пребывания на базе образовательных учреждений и круглосуточного лагеря «Осет» у нас будут еще сформированы трудовые бригады. В этом году у нас опять мы пошли на увеличение количества детей, увлеченных в трудовые занятости. Более чем на 30 человек мы увеличиваем количество трудовых мест для того, чтобы дети могли заработать денежку в летний период, были заняты. В основном это школьные трудовые бригады. Также в этом году мы повторим уже вот эти год подряд, мы реализуем проект экологические обряды, когда дети у нас будут работать в экологических бригадах, в тех местах, где определим для них, чтобы убирали мусор. Два часа буквально в день, и денежка небольшая, но тем не менее это занятость, и дети с удовольствием охотно записываются в этот экологический отряд. Помимо того, что это возможность заработать, это еще и продовое воспитание. То есть те дети, в проблеме с мусором, она у нас начинается с самого раннего детства. Для того, чтобы мы победили, ее нужно начинать, конечно, с воспитания подрастающего поколения. И я уверен, что этот опыт положительный, который мы реализуем, он даст свои плоды. И сто процентов можно сказать, что те дети, которые у нас поработали в трудовых бригадах, в экологических отрядах, они позволят себе там мусорить. И вырастут социально активными гражданами, которые другим будут делать замечание. Поэтому это очень важная работа, мы ее тоже будем продолжать. Также у нас, мы примем двух детей из ДНР, из ДНР, к нам приезжают дети. В том году у нас было 4 ребенка, в этом году 2 ребенка. Также лагерь «Патриот». У нас в этом году 14 детей, в этот лагерь «Патриот». Это лагерь, который организуется в правительстве Московской области. Детям очень нравится. И охотно их доедут в этот лагерь. Также у нас будет несколько путевок, 24 путевки у нас в Республику Крым. Лагерь «Патриот» на Черномосском побережье. Это дети, которые себя показали активными как в учебе, так и в общественной жизни. Такое новое награждение за то, чтобы была мотивация у них, тех, кто находятся рядом, учиться хорошо, деть активными. Также у нас обратился к нам депутат Кольцов с просьбой реалинировать тот хороший опыт, который был когда-то очень-очень недавно, когда двери еще в Аймальке. Это шмены для детей, спортсменов, общественников, тех, кто, может быть, не очень хорошо учится, не отличник, но он силен в чем-то другом. Господь его наградил другими талантами, спортивными. Либо хорошо поет, хорошо что-то еще делает, полезное для себя и для окружающих. Мы решили на следующий год увеличить количество средств для таких детей на 15 путевых каждую смену лагеря. То есть, соответственно, 45 детей мы сможем еще дополнительно на следующий год уже предоставить им бесплатные путевки. Заместитель главы по социальным вопросам рассказал о средствах, которые были собраны в рамках Дня благотворительного труда. Более миллиона будет направлено на проведение ремонтных работ в детском оздоровительном лагере «Осетр». На все вопросы, возникшие в ходе пленарного заседания, ответили присутствующие специалисты. Валерий Маркович, Герман Беляев, студия «Квант», Зарайское кабельное телевидение.